МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно в Сочи проходило грандиозное событие. 19-й Всемирный фестиваль молодежи. В нем участвовала и делегация Карачаева-Черкесии. И этим осенним утром в нашей гостиной участники фестиваля молодежи, студенты Карачаева-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева, Милада Баюнсузова и Карина Тамбиева. Своими впечатлениями о фестивале они расскажут мои соведущие Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Милада. Доброе утро, Карина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Конечно, я хочу поздравить вас с тем, что вы стали участницами 19-го Всемирного молодежного фестиваля. Это, конечно, грандиозное событие. Мне просто интересно, Милада, ты участник, а Карина у нас волонтер. Как ты стала участником фестиваля? Доброе утро. Я узнала о фестивале на собрании Совета обучающихся нашего университета, но тогда я даже подумать не могла, что девочка из Карачаевска попадет на мероприятие такого масштаба, так как это был Всемирный фестиваль. Грандиозное событие, конечно. По масштабам сравнивают с Олимпийскими играми. Что тебе больше всего запомнилось? Что тебя больше всего впечатлило? Мне больше всего запомнилась церемония открытия фестиваля. Я увидела вживую звезд, которых я до этого видела только по телевизору. Также я увидела главу нашего государства Владимира Путина. Тебе довелось его увидеть? Да. Близко? К сожалению, не близко, но я его увидела. Еще запомнилась встреча с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем. Его лекция была мотивация к жизни. Огромная очередь выстроилась к нему. К сожалению, вместимость зала была только 1300 человек. Я не попала на первую встречу, но выстояв очередь в два часа, я попала на вторую встречу. И мне запомнилось больше всего это. Карина, что касается тебя, ты волонтер. В чем заключалась твоя деятельность? Расскажи. Моя деятельность заключалась в организации фестиваля. Под руководством Ксении Разваевой, 5000 волонтеров, мы все были одной командой и организовывали фестиваль. У нас была одна единая идеология, одна миссия. Мы были посланцами мира и дружбы народов. То есть мы отвечали за комфорт, за хорошее настроение участников. А как ты стала волонтером? Фестиваль я узнала еще в школе. Я очень долго ждала этот фестиваль. По поступлению в университет я стала заниматься волонтерской деятельностью. За короткий срок я стала замом руководителя волонтерского клуба у нас в Карачаево-Черкесском государственном университете. И когда объявили на совете обучающихся о всемирном фестивале молодежи, я зарегистрировалась как волонтер, зарегистрировала своих волонтеров. И так мы попали на этот фестиваль. А тебе что больше всего запомнилось на фестивале? Больше всего мне запомнилась атмосфера фестиваля. Я еще раз убедилась, что существует один единый язык мира. Язык улыбки. То есть меня часто спрашивают, а как ты разговаривала с иностранцами? Я учусь на Инязи, и я могла с ними разговаривать. Но в то же время мы больше разговаривали на языке улыбок и дружбы. Ну что ж, девчонки, я благодарю вас за участие в нашей программе. Успехов вам в учебе. Спасибо. Спасибо. И заглянем в календарь знаменательных дат. Сегодня Международный день КВН. Неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к клубу веселых и находчивых. Для зрителей КВН это яркое и незабываемое шоу. И в этот день КВНщики посвящают себя любимой игре вне зависимости от возраста и профессии. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Лови. 91,2. Наша волна. Субтитры создавал DimaTorzok